В эти дни большинство россиян открывают долгожданный дачный сезон. Интересно, что 10 тысяч дачников поучаствовали в вопросе, для чего нужна дача. Дали на этот вопрос интересные ответы, из которых следует, что концепция дачного отдыха сильно изменилась с советских времен. Теперь на идеальной даче, по мнению 66% опрошенных, обязательно должно быть пространство для жарки шашлыков, а остальные 34% по-прежнему не представляют идеальную дачу без огорода и грядок. Наша съемочная группа решила выяснить, так ли это в действительности и для чего нужна на самом деле дача современному человеку. Об этом рассказывает наш корреспондент. Каждый год с начала майских праздников открывается и дачный сезон. И если одна половина дачников проводит все свое свободное время за посадкой и обработкой огорода, то на участках у других не увидишь даже грядки. Однако, оправданы ли часы, проведенные в огороде в современных условиях? И для чего же теперь нужна дача? За ответом на этот вопрос мы решили обратиться к тверичанам. Ну сейчас, по крайней мере, мне нужна для отдыха. Я туда приезжаю, отдыхаю от города и от людей. Выращивать цветы, ни в коем случае не заниматься овощами, огородом. И отдыхать, в моем понятии, дача для отдыха. Кажется, как в прошлом, так и теперь. Ну, отдохновение какое-то, от обычных забот, чтобы уйти в механику, какое-то действие. В прошлом дача нужна была для того, чтобы выжить, например, в 90-е. А сейчас на даче можно отдыхать душой и телом, с друзьями вместе. Мне кажется, летом. Как показал опрос респондентов, абсолютное большинство сегодня все же считают дачу местом для отдыха, а не для возделывания огорода. В современных реалиях отпала проблема дефицита продуктов, поэтому сейчас человеку действительно проще купить все необходимое в магазине, а на своем участке проводить время за дружескими посиделками и релаксацией. Однако по-прежнему можно встретить усадьбу с большим огородом, но их процент все же постепенно снижается, уступая место ухоженным газонам, зонам для барбекю и бассейнам.